Сердцу не прикажешь, камень на сердце и сердце в пятке. Большинство поговорок и известных выражений о сердце связано с эмоциями. Любовь, страх или стресс. Каким образом они влияют на главный орган кровеносной системы, узнала моя коллега Айташ Чирагова. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Попасть на прием кардиологу в 32 года Мария Иванова совсем не планировала. Учащенное сердцебиение, тревожности, боли в груди. Симптомы из-за которых Люберчанка оказалась в кресле пациента. На сегодняшний день ваше давление на верхней границе ноги. У Марии Ивановой риск возникновения артериальной гипертонии. Распространенный диагноз, последствиями которого могут стать инфаркт миокарда или сердечная недостаточность. В последнее время начались стрессовые ситуации на работе. И на этом фоне стало как-то беспокоить сердце. Решила пройти обследование. Сказала, что измеряла давление утром и вечером два раза. Контролировала физическую активность, чтобы было побольше отдыха, правильное питание и спортивные нагрузки, соответствующие здоровому образу жизни. Инфаркты помолодели. И очень часто приходят молодые люди после 30 лет, в районе 30-40, и даже редко бывает и в районе 20-25 лет. Видели мы таких пациентов, которые заболевают ишемической болезнью сердца. И бывают ранние инфаркты, в том числе даже у женщин. К возникновению инфаркта мужчины склонны больше, так как женщин защищают гормоны – эстроген. Однако вести здоровый образ жизни и не подвергаться стрессу рекомендуют абсолютно всем. Прежде всего, на фоне стресса активизируются мозговые процессы. А мозг и нервная система регулируют работу всех внутренних органов, в том числе и сердца. Поэтому, как ответная реакция на стресс, у людей возникают частые сердцебиения, суживаются сосуды, возрастает частота сердечных сокращений. Современных методов диагностики болезни сердца в Люберецкой областной больнице много. С их помощью можно распознать патологии на ранней стадии и предотвратить развитие болезни. Главное – регулярно проходить обследование и не игнорировать сигналы от организма.